Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом отвечу, прокомментирую. Также вы дадите свои комментарии под видео. Если вы считаете, что такие видео на канале полезны, ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте приступим. Письмо довольно-таки, кстати, короткое. Добрый день, Гаря! Мое письмо совсем не связано с Турцией, но хотелось бы получить совет от вас и ваших подписчиц. Мне 25 лет, я живу в Москве. Были отношения с парнем на протяжении 10 лет. То есть, получается, с 15 лет. Ну или там где-то с первой любовью, назовем так, да, в кавычках. Два последних года было все очень плохо. Интима почти не было, абсолютно безразличие друг к другу. И все это в таком роде. Решили, что нам надо расставаться. Этим летом мы разъехались. Я начала ходить по свиданиям, общаться с мужчинами. Начинает кто-то нравиться, а через неделю или две у меня уже к этому мужчине какое-то отвращение появляется. Так продлилось пару месяцев. Потом мне вообще все это надоело. И на прошлой неделе бывший пригласил поужинать вместе, так как нужно было решить некоторые вопросы с нашими общими вещами. Сидя в ресторане, я заметила, что снова смотрю на него влюбленными глазами, полными восхищения, а у него уже новые отношения. После этой встречи мне покоя не дают мысли о том, что мы совершили ошибку. У нас полное взаимопонимание, и нам вдвоем очень комфортно, но ему стало скучно, он хотел ярких чувств. Здесь даже можно остановиться, как полное взаимопонимание, это вы уже притягиваете, придумываете, оправдываете, что это ошибка была наше расставание. Потому что ранее вы написали. Я прям даже возвращаюсь и прочитаю еще раз. Что-то тут вообще две разных истории вырисовываются. Он хотел ярких чувств. У меня вопрос к вам и к девочкам. Как понять, что это расставание не было нашей ошибкой? Как справиться с этим расставанием? Ощущение, что живу с раной в груди. Ничего не хочется, ни есть, ни пить, ни гулять. На работе не могу сконцентрироваться. Сижу, еле сдерживая слезы. Заранее благодарю. Желаю вам удачи. Очень все просто. Вы застряли в своей связи. Ой, не знаю даже, как вот проще рассказать теории такой психологической, или просто по-житейски, по-бытовому. Смотрите, давайте по-бытовому расскажу. Потому что к терминам каким-то мы всегда успеем прибегнуть. Но надо рассказать более понятно. Смотрите, у вас изначально все было бы уже плохо. И неудивительно, 10 лет отношений с 15 лет, алло. Вы в самом классном возрасте, вам сейчас 25 лет. Время гулять, отдыхать, искать себе партнера, который вам подойдет. Наслаждаться своей жизнью, быть независимой. Не знаю, путешествовать, работать, строить карьеру, если она нужна вам. Зарабатывать, может быть, больше денег, чем сейчас у меня есть. То есть это время перспектив и время движения. И 10 лет отношений, алло, это очень долго. И вы потеряли огромный промежуток времени вот этих вот тусовок, гулянок, что и нужно было, чтобы формировало вас и вашу личность. Не зря говорят такие фразы, да, надо погулять, надо там кто-то посмотреть мир и так далее. У вас этого вообще не было. Вы были с одним партнером. Я не знаю, там изменяли вы или нет. Но в любом случае, даже если вы ему изменяли и так далее, то, скажем так, это все равно определенная скованность. Это не та свобода, когда я могла бы менять партнеров, отношения, искать что-то. Дайте, что вас пугает, вам страшно. Я остался одной. Это было очень удобно, 10 лет. Я просто не знаю теперь, как жить по-другому. Фактически вы там как в браке люди меньше живут, да. Но дело в том, что вы, во-первых, подрослели. И вы, и он. И он это чувствовал, он сказал, мне стало скучно. Так не зря стало скучно. 10 лет уже с одним партнером. Поэтому уже нет никакого лечения и тому подобное. Если бы у вас все было классно, как вы пишете, у нас все полное взаимопонимание. Просто ему хочется, назовем так, погулять, есть что-то новое, посмотреть. У нас нет полового какого-то влечения друг к другу. Если бы у вас было все гладко и классно, вы бы не расстались. Вы бы искали с ним пути решения этой проблемы. Скажу так, не пережили некий кризис, который со временем, с течением времени накапал. Но он мог бы вообще гораздо раньше быть. Если бы вы, возможно, не были такой податливой. Понимаете, здесь много моментов. Если мы берем отношения людей постарше не в 15 лет, вот этот вопрос развития бракосочетания, вот эта вся история, развитие отношений, она бы произошла год через три ваших встреч. Так как вы с ним, например, вместе были с 15 лет, или даже с 14, ну, но 18-19 лет даже этот кризис, ну, это не то, да, вы поступали в институт, то время было, и не та, скажем так, ситуация, вы поступали в институт, интересы были, другие задачи, цели в жизни, это нормально. В общем, вся эта история направлена на то, что вам пришло время развиваться, вам как личности, становиться другой, понять вообще, чего я хочу, послушать себя. Мне просто было удобно, комфортно. Уже стало неудобно, но я не готова это принять. Я даже пытаюсь сейчас оправдывать, зацепиться за этого парня. Вам нравилась сама вот эта атмосфера какого-то совместного проживания, уюта, вам вот это, по сути, вы почему не прессовали, конфликтов раньше не было до этого, пропал просто интерес. Интерес пропал, как я сказала, логически, вообще абсолютно логично, так и должно было быть, а в нормальных отношениях еще раньше это должно было произойти, потому что была стагнация, не было развития отношений, они подугасли в итоге. Вам нужен был сам вот этот процесс а-ля семейной жизни, уюта, может быть, какой-то надежности, какой-то скукоты от этого, потому что там никакого развития за 10 лет вот этого не было. Ну, было, все равно, короче, это большая просто стагнация. Как вы сказали, моему парню нужны были там эмоции, да не в эмоциях дело, а в развитии, вот называйте по-другому. На самом деле вот эти застревания, желание пострадать, у вас, я намечаю не прям позицию жертв, это невротическая история у вас идет. То есть вы сейчас пытаетесь, вот зачитывая письмо, посмотрите, что вы написали. У вас вообще не должно быть сейчас с ним никаких общих дел, интересов, вещей, быта какого-то. Не надо вам встречаться, вы первых из жизни своего вычеркиваете. А вы, мы с ним повстречались, пообщались, у нас все так оказывается хорошо, мы прекрасно, и у нас язык между нами находится, да, общаемся. Да потому что вы не вместе, вы можете общаться сейчас хорошо, легко, потому что вы уже не вместе. Он с вами уже не обязан быть парнем, что-то там, я не знаю, он до вас, в принципе, вы с ним были не до конца, может быть, откровенны в отношениях. Ему не надо быть вашим парнем, держать какой-то образ. Он может быть более сейчас естественным, более правдивым, какой он есть, не думать, не подбирать слова, когда общается. А вы когда-то в такого влюблялись, он вам этим и нравился. Но в любом случае, это вопрос, скажем так, тема невротическая идет, да. Там, где было плохо, хорошо никогда уже не будет. А вступая в здоровые отношения, мы выбираем себе здорового партнера, ему давать второй шанс, или это наше расставание ошибка, этого уже никогда не будет. Что было, то было. В одну реку дважды не входят. Давайте переживите уже это. Во-первых, надо везде его поудалять, никакого с ним контакта, потому что продолжение контакта, дружеского, вот мне сейчас нравится всегда. Мы же как друзья общаемся, 10 лет из жизни не выкинешь, мы считаем, как муж и жена, или вот эта вся история. Жжж, вы не стали мужем и женой тогда, раз у вас было типа а-ля, все вот так. Тогда бы вы не расстались, если все было классно. Соответственно, было-то не так. Просто ваш мозг сейчас не хочет меняться, развиваться. Здесь вопрос развития вашей личности. Пришло время развиваться, становиться другой, взрослее, скорее всего. И, в принципе, по нему вы не знаете, вы живете по течению. Подумайте, были вот такие ощущения в голове, свои мысли, что я была по течению, у меня работа по течению, я не знаю, у меня нет дальних каких-то планов, у меня нет хобби-увлечений классных, которые мне давали заряд прям эмоций. Я не живу полной жизнью, я не живу эмоционально полной жизнью. То есть я не чувствую прям удовлетворение от своей жизни. Если у вас такие мысли в голове есть, это ваша вот эта история. Вам пришло время кризиса вашего личностного. попытаться послушать, чего я хочу, какие у меня желания, найти какое-то хобби, может быть, сменить работу, заняться собой, послушать, чего я хочу. Какой я себя вижу через 5 лет. Вот мне сейчас 25, будет мне 30. Какой я себя хочу видеть? Вот там финансово, внешне, семейно и так далее. Все это себе хотя бы на листочек выпишите, глазами посмотрите, какие у вас цели и желания. Они вообще... У вас есть эти желания, цели или их просто нет? Если мы приходим конкретно к выводу, выводы очень простые. Сам вопрос подписчицы в письме. Было ли наше расставание ошибкой? Нет, это была не ошибка, это закономерная ситуация. Все к этому шло, рано или поздно это должно было закончиться. Это кризис, но так и не случившиеся, по сути, ваши отношения не пошли вверх, они не развивались никак. И это затухание, пропадание интереса и тому подобное, к этому и привело это нормальный исход времени. Так должно было произойти. Как мне сейчас это пережить, что дальше делать? Ни в коем случае не общаться с этим человеком, не иметь никаких общих дел. И вообще я бы вам посоветовала, как психолог, задуматься, чего я хочу, послушать свои желания, вообще понять, как я хочу развиваться, моя работа, дальнейшая карьера, какие у меня вообще цели, написать на себя, например, план, как я хочу чувствовать себя, выглядеть, и вообще, как я вижу свою жизнь и себя через примерно 3-4 года. То есть вам нужно создать какой-то себе план жизни. И вообще, в общем, это на самом деле сигнал для вас, для личности, что пора развиваться, надо меняться, что мне уже, ну я 10 лет с этим человеком пробыла, да, надо как-то менять свою жизнь, по крайней мере отношения к мужчинам, какие-то свои взгляды. В общем, пришло время заняться собой, потому что, по сути, 10 лет – это очень долгий период. Я бы даже сказала, людям в браке многие столько не живут. В общем, здесь есть о чем подумать. Как к этому прийти? Это сократить контакты, заняться собой, какие-то хобби, увлечения, что-то попробовать, может попробовать что-то новое, если у вас уже хобби есть. Да, посмотреть, что вам приносит радость, что вам дает хорошие, позитивные эмоции, на этом сфокусироваться, на своих желаниях научиться слушать себя. Вот это мои рекомендации. Девочки, пишите свои комментарии для подписчиц и автора этому письма, что вы посоветуете, на ваш взгляд, что это было и было ли ошибкой это расставание. Спасибо за внимание. Всем пока.